МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казанский федеральный университет отпраздновал свою 212-ю годовщину. В честь этой знаменательной даты проходили студенческие мероприятия. Заключительным и ярким аккордом стал большой праздничный концерт. Как студенты поздравили КФУ, узнаешь в следующем сюжете. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 18 ноября заключительным праздничным мероприятием, посвященным 212-летию Казанского федерального университета, стал праздничный концерт хоровой музыки «От сердца к сердцу», участниками которого были хоровая акапелла имени Леонида Устцова КФУ и академический хор Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Ельцина. А по традиции «Альма-Матер» поздравили Казанский федеральный большим концертом в КСК «Уникс», где собрались студенты, преподаватели и выпускники университета. С приветственным словом выступил ректор КФУ Ильшат Гафуров. Вы знаете, день рождения – это всегда праздник семейный, близких людей. Важность совместной работы выступая с поздравлением КФУ отметил и министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов. Важной частью праздника стало награждение ученых университета. Все они внесли большой вклад в дело продвижения КФУ в мировом академическом сообществе. Однако успехи ученых – это лишь одна сторона жизни университета. В Казанском федеральном у каждого есть возможность раскрыть свои таланты в науке, спорте или творчестве. И большой праздничный концерт тому подтверждение. Насыщенную программу составили номера танцевальных и вокальных коллективов университета, студенческой школы КВН, а также множество других талантливых ребят. Кроме того, гостями праздника стали представители вузов из разных регионов России. Некоторые приехали не с пустыми руками. Конец вечера получился вкусным и сладким, ведь студенты преподнесли ректору большой праздничный торт. И все вместе загадали желание, задув свечи вместе с главой университета. А наш канал «Универ ТВ» ввел прямую трансляцию этого знаменательного события. С днём рождения КФУ! Хочется пожелать процветания, чтобы я оставался таким же многоуважаемым, многолюбимым университетом, не только в Татарстане, но и по всей России. В первую очередь здоровья КФУ, чтобы он был самым крутым университетом, поднимался в рейтингах постоянно, и чтобы его институты также были всегда первыми. Дорогой Казанский федеральный университет, поздравляю тебя с днём твоего рождения. Желаю тебе процветания во всех твоих делах. Пусть каждый проект всегда реализовывается в успешное дело. Казанский федеральный, желаем тебе, чтобы круглый год всё было гладко. Я люблю Казанский федеральный. Елизавета Евтифеева, Ленарда Влитяров, Роман Самарин, Универ Ньюс. В стенах Казанского университета прошла лекция Петра Щедровицкого, члена правления фонда Центр стратегических разработок Северо-Запад. Интересы лекции оказался огромным. В зале собралось более 50 человек. Чем была вызвана такая заинтересованность, узнаем в следующем сюжете. В субботу возможность пообщаться с Петром Щедровицким представилась сотрудникам и гостям Казанского университета. Лекция третья «Промышленная революция» носила философский характер. В выступлении Петр Щедровицкий затронул тему истории. До 1800 года базовая модель образования принципиально не менялась. Но именно в этот период происходит магический переход, по его мнению. Университеты становятся исследовательскими центрами. Что же будет дальше, задавались вопросом слушатели лекции. А следующий этап в развитии общества и университетов, по мнению эксперта, наступит примерно к 2300 году. Петр Щедровицкий рассмотрел возможность третьей «Промышленной революции». На первое место вышло обсуждение технологий. Рассказывая о них, лектор подвел слушателей к главной системе, которая изменит мир, создав будущее системе искусственного интеллекта. Поработит ли искусственный разум человечества? Возможно, но также возможно, что нам это может понравиться. Тем более, что промышленность уже не в первый раз меняет нашу жизнь. Завершилось объяснение на позитиве. Человечество не исчезнет. Оно станет другим, но вот каким, зависит от нас с вами. Анна Глузнова, Андрей Бугудинов, Тимур Табаров, Универ Ньюс. На три дня Казань стала центром скопления журналистов всего Поволжья. А все потому, что сюда прибыли ведущие журналисты и редакторы известных изданий, таких как «Медуза» и «The Village». Чему научились казанские акулы-пера у мастеров, узнаем далее. Сейчас за моей спиной Илья Жигулев, специальный корреспондент «Медуза» рассказывает о том, как сделать интересным журналистское расследование. Своими советами известные журналисты делились на фестивале «Вместе медиа». «Вместе медиа» — это ежегодная серия фестивалей во всех федеральных округах страны. На лекциях и мастер-классах журналисты и редакторы известных СМИ вместе с начинающими акулами-пера думают над новыми форматами медиа. Чтобы материал журналиста был интересным, делятся секретами эксперты. Нужно всегда отвечать трендам общества и не бояться экспериментировать. Надо все время придумывать себе новые вызовы. Никогда не находиться в такой зоне комфорта. Все время какой-то легкий стресс, он помогает. И ты должен все время придумывать, что ты, для чего ты. Найти себя в сфере медиа фестиваль помог и журналистам Повожьяным. На протяжении трех дней радищики, телевизионные и печатные корреспонденты готовили репортажи и тут же получали практические рекомендации от ведущих журналистов. Фестиваль завершен, опыт получен. А в какой русло направить новые знания — дело каждого. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Всемирная сеть не молчит. Настало время познакомиться с самыми свежими новостями Рунеты в нашей традиционной рубрике «Веб Ньюс». В России студентам-юристам, которые отучились не менее половины срока и не имеют долгов по учебе, разрешат устраиваться на должность помощника следователя. Соответствующий закон принят Госдумой в первом чтении. В Казанском федеральном университете сформулируют новую концепцию развития современного права. Эту амбициозную задачу поставили себе лучшие студенты и аспиранты юридического профиля на Первом международном юридическом конвенте «Юридическая наука и практика 2.0. Взгляд в будущее». Два друга Александр Смирнов и Фанис Садыков снимают в Казани фильм «Разоблаченный». Они создают платформу для интерактивного кино, где зритель сам решает, как должны происходить события и что должен делать актер. Казанский студент вернулся из научной экспедиции, которая проходила в Арктике. Дмитрий Сидоров прошел полные курсы выживания до врачебной помощи и подготовки аквалангистов, умеющих работать на глубинах до 40 метров в холодной воде. Внешний облик городов и районов татарстяна теперь в руках студентов Казанского государственного архитектурно-строительного университета. В республике стартовал проект «Прекрасная страна», на котором студенты уже разработали 35 экскизов по реконструкции парков и скверов, набережных, улиц, строительству новых микрорайонов и десятка районов республики. В КФУ открывается набор в школу публичной дипломатии. В программу обучения входят встречи с экспертами, лекции, семинары, мастер-классы и круглые столы. Ник Вуйчич на собственном примере, доказавший всему миру, что диагноз «не конец жизни» поделился своими идеями с воспитанниками Казанской школы номер 9. Известный спикер рассказал школьникам, почему необходимо жить каждый днем и не пугаться будущего. Детский хор появится в 2017 году в каждой средней школе. Об этом заявила вице-премьер правительства Российской Федерации Ольга Голодец. В набережных Челнах открыли мечеть имени Уттас имени. Торжественное открытие мечети завершилось совершением дневного намаза. В Елабужском институте КФУ студенты познали всю красоту татарской культуры и загорелись любовью к родному языку. Что послужило настоящей причиной, расскажем далее. О проблемах возрождения татарской культуры и традиции любви к родному языку говорили участники 7-й Всероссийской научно-практической конференции, состоявшейся 8 ноября в Елабужском институте КФУ. Кафедра татарской филологии уже традиционно проводит такую конференцию с очень замечательными, важными для нас целями. Одна из целей – это привлечение внимания учащихся к изучению татарского языка и литературы, обращение внимания на исторические особенности языка, ну и, конечно, умение видеть перспективы в будущем. Уже традиционно участниками данной конференции становятся молодые исследователи, студенты вуза и учащиеся старших классов школ Татарстана, Башкортостана, Пермского края, как отмечают почетные гости конференции, тема форума всегда будет актуальной, как любовь к родному краю. Школьники и студенты – это наше будущее, и их активность на таких мероприятиях дает уверенность, что они смогут сохранить и передать следующим поколениям богатое наследие нашего народа. Финальным этапом стало награждение победителей форума памятными сертификатами. Адель Шамилова, Динара Алмагомбетова, Айдар Сальхов, Универньюз. 20 ноября вся Россия отметила День памяти великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Казань на правах колыбель его творчества приняла активное участие в мероприятии. На месте событий побывал наш корреспондент Адель Шамилова. 106 лет прошло с того момента, как ушел из жизни русский писатель, мыслитель и философ Льв Николаевич Толстой. А человечество на протяжении века находится наедине с оставленным им литературным и философским наследием. 20 ноября Казань отметила День памяти великого писателя. В честь даты в сквере Толстого состоялось торжественное возложение цветов. В столице Царстана с его именем связано очень много мест. Например, юным курсантам хорошо известно, как когда-то гостеприимно открыло свои двери юному Льву Николаевичу Казанское Суворовское училище. В данном проводил свою младшую сестру Марину. Здесь же он постричал свою первую любовь. Зинита Молостова часто гулялся в замечательном парке, который сохранился по сей день. А в библиотеке училища сохранился паркет, который помнит шаги Толстого. Имя Льва Николаевича Толстого неразрывно связано с Казанью. И эта связь гораздо глубже, чем мы привыкли думать. В нашем городе прошли его студенческие годы. В сентябре 1844 года он был зачислен студентом на Восточное отделение философского факультета Казанского университета. А теперь Институт филологии и межкультурной коммуникации с гордостью носит его имя. После торжественной части все желающие отправились в пешую экскурсию по толстовским местам Казани. Город гордится, что сыграл важную роль в формировании юного Льва Толстого в фигуру мирового масштаба. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Журналисты пишут историю сегодняшнего дня, в том числе и телевизионные. Сегодня, 21 ноября, отмечается Всемирный день телевидения. Так, наш Универ ТВ не стоит на месте и развивается стремительным темпом с каждым годом. Телевидение развивается с года в год и не перестает удивлять своими инновациями. Так, сегодня, 21 ноября, отмечается День телевидения по предложению Генеральной Ассамблеи ООН, которая 17 декабря 1996 года на пленарном заседании предложила отмечать этот Всемирный день с целью поощрения обмена телевизионными программами, прежде всего посвященным таким проблемам, как мир, безопасность, развитие и расширение культурного обмена. История зарождения нашего телеканала началась еще в 2011 году, когда 17 ноября вышел первый выпуск «Универ Ньюз». На канале действуют два отдела. Это «Универ Ньюз», которая пять раз в неделю выходит в прямом эфире, и «Универ Продакшн», где создаются различные телевизионные программы, которые выпускают студенты Казанского федерального. По заданию ректора, в принципе, еще в 2011 году была создана телестудия, которая потихоньку начала вырастать в нечто более серьезное. Мы в 2015 году вышли в кабельное телевидение от телекома, а вот сейчас уже вещаем в эфирном цифровом вещании. Я уже не говорю о том, что мы ведем прямые трансляции. «Универ ТВ» с каждым годом развивается, и сегодня наш канал можно увидеть практически во всех кабельных сетях. «Телеканал «Универ ТВ» теперь эфирно-цифровой. Что это значит? Это значит, что, подключив телевизор к контейнер, направленный на верхний услуг, можно принять наш телеканал. Для этого нужен либо современный телевизор, либо пристав, который работает в формате ДВБТ». Новый формат вещания в инновационной технологии – новейший шоурум. Для мастер-классов и программ передач, которые будут создаваться силами студентов высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. На этом у меня все. Всем хорошего настроения. Пока-пока.